Всем привет! 31 июля, 22 год. Вы с Олегом Соскиным обсудим события, которые влиять будут так или иначе. И на следующую неделю августа, а может и дальше. Ну и попробую провести вам некоторые линии относительно того, как эти события могут повлиять или не повлиять на частную жизнь пересечных граждан Украины, которые все больше заштовхуются, с большей количеством разных не просто проблем, а драматичных событий, которые уже будут мать довготриванные наслідки на долю десятков миллионов граждан Украины, але не тільки вже громадян Украины, але і вже інших громадян інших десятків країн. Ну вот давайте проговорим следующее. Я думаю, уже как бы можно делать первые выводы по этому поводу. Это, по сути, Соединенный Китай своими действиями подошел на линию огня, на линию столкновения, по сути, начала, ну, войны, не войны, но какого-то мощного конфликта, причем он страшно его эскалировал, эту возможность военного конфликта с самой сильной, мощнейшей державой мира, Соединенными Штатами Америки. Это беспрецедентно, такого вообще не было. Это себе позволял только иногда Советский Союз в лучшие времена свои, но это все коммунистически, кагибистки, но это все закончилось очень плачевно для Советского Союза. Он распался, ушел в небытие, и страны, которые входили в состав 15 стран, плюс страны социалистической системы, соцориентации, это практически в основном, ну, страны, которые входили в состав Советского Союза, это все лузеры, это все страны-неудачники, это страны транзитивной экономикой, страны неопределившиеся, страны с тяжелейшими социально-экономическими, демографическими, военными, политическими и территориальными потерями. В том числе и Украина. Единственные три страны бывшего Советского Союза, которые, ну, более-менее находятся на сегодняшний день в уравновешенном состоянии, это три балтийских маленьких страны, Литва, Латвия, Эстония. Ну, самая большая Литва, где-то около 4 миллионов человек, много выехала у них. Латвия – это половина от Литвы, и Эстония – это половина от Латвии. Все, больше, так сказать, хотя бы каких-то более-менее стран устойчиво стабильных, сбалансированных нет. Все остальные – это или диктатуры, или тирания, ну, не буду даже их анализировать, это и так все известно. Вот, к сожалению, по этому пути с 2014 года движется Украина. И, собственно, начиная с 24 февраля 2022 года, эта ситуация ухудшилась в разы. Ну, теперь давайте подумаем, как ситуация в мире и то, что происходит сейчас между США и Китаем, коммунистически может отразиться на Украине в ту, в позитивную или в негативную сторону, или вообще не отразится. Итак, как известно, НАТО приняло на последних своих саммитах, последнем саммите решение, где четко сформулировано, что стратегический противник НАТО, по сути, враг – это Российская Федерация, а самый большой вызов, стратегический вызов для НАТО, ну и членов ее, – это коммунистический Китай. Оказалось, что это не просто слова. Кстати, именно эта линия в США возобладала, когда президентом страны стал Трамп, вот, собственно, который очень жестко до, он был, получается, у нас до конца 2020 года, даже до января 2021 года, по сути, президентом. И очень жестко он стоял на позициях, что Соединенные Штаты должны всячески противодействовать Китаю. Как известно, он тогда принял ряд серьезнейших торгово-экономических решений по ограничению экспорта Китая в Соединенные Штаты Америки, по изоляции Китая. И надо сказать, что он добился больших успехов в этом процессе. К сожалению, при Байдене Китай опять набрал вес. Опять он очень имеет большое сальдо. В 2021 году это было одно из самых больших торговых позитивных сальдо Китая, Соединенные Штаты Америки, но и США. Это крупнейший, по сути, их торговый партнер. Там просто речь идет о сотнях миллиардов долларов, которые Китай напрямую выкачивает из экономики Соединенных Штатов Америки. Это уже не говоря о том, сколько идет кражи научно-технологических открытий, ноу-хау и так далее. То есть фактически нынешний вот этот триадно-коммунистический Китай, он на этих кражах, на воровстве, на хитростях, на коварстве, на вот этом, знаете, как змея на пузе ползает, он весь построен. Ну и вот, так сказать, доигрались. То есть, поэтому, когда сейчас мы слушаем и смотрим Киссинджера, Генри, мы всегда должны думать, что вот нынешний коммунистический Китай это результат действий Киссинджера, который хорошую разработал модель с Никсоном Ричардом и президентом США. Но он плохо кончил Никсон, как известно, от Оргейский скандал. Вот. Ну и мы вот эту подставу сделали и так далее. Но неважно, он не смог выстоять тогда. Но тогда надо было обязательно им сделать этот вариант. Это был где-то 71-й год. Надо было им найти какой-то подход к коммунистическому Китаю, потому что Советским Союзом тяжелейшая шла у Соединенных Штатов Америки военная борьба, экономическая, идеологическая, информационная. И надо было пробить фронт. Тем более США вели тяжелейшую войну во Вьетнаме. И Вьетнам был, как известно, там была война между двумя частями. Очень похоже на Северную и Южную Корею. Там было тоже Северный Вьетнам. Это была Демократическая Республика Вьетнам. А нижняя часть, Южный Вьетнам, это была Республика Вьетнам. Южную часть столицы в Сайгоне поддерживали американцы, вот, соответственно. А северную часть Советский Союз и коммунистический Китай. Столица Северного Вьетнама была, это как раз Ханой. А Южного Вьетнама – Сайгон. Ну, известно, что эта борьба была тяжелейшей, но поставки оружия, ракеты и так далее Советского Союза, армии Северного Вьетнама привели к тому, что фактически Америка потерпела тогда поражение. В общем, было тяжелое это время для США. Но, как оказалось, поражение США в той войне вылилось в поражение и уничтожение Советского Союза в 80-х, 90-х годах. То есть, все относительно. Поэтому, когда сегодня вот все мы видим происходящее, мы должны как бы постоянно думать о прошлом. Как там все происходило. Так вот, на сегодняшний день, не беру европейский театр, берем театр Америка, Тихий океан, Тихоокеанский регион, Тихоокеанский регион. Итак, есть такая фигура, третья по значимости в иерархии фигур в Соединенных Штатах Америки. Это лидер Нижней Палаты Конгресса США, Палаты Представителей. Вот, председатель этой палаты, лидер это на сегодняшний день, это Пелоси. И вот, на 40-го года рождения, итальянка, по сути, родившаяся в США. Представляете, да, 40-й год рождения. В Украине практически так долго, а почти никто и не живет. То есть, она еще не просто функционирует, она отлично функционирует. Как известно, она приезжала в Украину, посетила Украину, посетила места геноцида Российской Федерации, города под Киевом. Потом была у нее встреча с женой этого Зеленского, когда она была в США. То есть, это очень активный, мощнейший общественный деятель, политик, демпартии, демократической партии. Придерживается католических взглядов, ну, христианка. Вот, она как раз на итальянце тоже жената. И, собственно, замужем, прошу прощения. У нее пять детей. Вот, все достаточно такие, как бы, сложившиеся, состоявшиеся. Вот. И что для нас важно здесь? Это то, что... То есть, ее позиция по Китаю. Первое, давайте. Ну, во-первых, давайте я вам... Значит, давайте нет, не так немножко. Итак, Нэнси Пелеси решила провести соответствующее посетить Тихоокеанский регион, чтобы подтвердить сильную и непохитную відданность Америки нашим союзникам та друзям в регионе. Не просто так. Сингапур, Малайзия, Південна Корея та Японія. И, это и пресс-служба, говорит, наша делегація проведет зустрічи високого рівня, чтобы обговорить, как мы можем продовживать просусти наши спильные интересы и ценности в разных там царинах. Ну, и, зрозуміло, что это и там різные питания, в том числе права людины та демократичное управление, безпека, экономичное зрастание, ну, сейчас нет зрастания. Ну, и в том числе одним из территорий, городов, ну, вернее так, государств, которые она должна была посетить, это была республика Китай, Республика Китай, Китайская республика, не, ну, Республика Китай она называется, которая расположена на острове Тайвань. То есть, первое ее место визита, где она должна была провести переговоры, был Тайвань. Итак, 30-го числа она начала этот процесс. Вылетела она с соответствующей американской базе, ну, естественно, ее сопровождали, и сопровождали, и сопровождают, и будут сопровождать. По сути, ее сопровождает американская армия. Более того, в связи с прямыми угрозами ее жизни и угрозами сбить ее самолет, в котором она будет находиться, чтобы не допустить ее приезда в Тайвань, лидеры коммунистического Китая, ну, просто, я считаю, дошли до сумасшествия. То есть, у них упала планка. То есть, этот Синьцзи Пи показал, что он такой же, собственно, выродок и диктатор, тиран, тиранозавр, крокодил, точно такой же, как Путин и все остальные. Абсолютно. То есть, он, вот, все там говорят, вот, там не надо было американцам их провоцировать. Наоборот, это не провокация. Это называется, так называемый, механизм достижения истины, момента истины. И, фактически, Нэнси Пелоси сделала это просто виртуозно. Они определили истинное отношение Китая, не бла-бла, как этот Синьцзи Пин любит все это облекать в труху словесную, да, и помой это там с сахаром, это всякое там киселем обмазывать. А она практически показали, они, благодаря Пелоси, они достигли понимания о том, кем на самом деле является коммунистический Китай сегодня уже, тем более на завтра, для Соединенных Штатов Америки. То есть, что это их системно-цивилизационный враг. И Пелоси своими действиями это доказало всей элите США. Всей. Что произошло? То есть, они сказали, что она будет сбита. Они готовы были пойти даже, как они выразились, на войну, начать войну с Соединенными Штатами Америки. То есть, у них началась конкретная истерия. Конкретная. Точно как у Путина по поводу Украины. Один к одному. Все один к одному. То есть, мы говорим Путин, подразумеваем Синьцзи Пин. Мы говорим Синьцзи Пин, понимаем, что это ублюдок Путин. То есть, это абсолютно два одинакового калибра. Ну, калибр, может, у них немножко разный. Но одинаковой породы это нелюдь. Нелюдь. По-другому сказать нельзя. То есть, там диктатура, и там просто в Китае это более такая скрытая, прикрытая, разрисованная, более такая, как бы это тюрьма, но с большим рационом и большим количеством прогулок. Там, чтобы не видеть решеток, там гирлянды всякие висят, фонарики китайские, там устраиваются перформансы и так далее. Но по своей сути, это абсолютно та же тюрьма, абсолютно тот же концлагерь, который сегодня есть в Москве. Вот. И Пелоси это четко проявила, куда они мутируют, коммунистический Китай, бандитский, что это фактически разбойничий режим, что он не хочет искать демократические механизмы разрешения вопросов, что он считает, что только коммунисты-триадники правы, а все остальные нет. Ну, какие выводы сделаем? Ну, во-первых, еще неизвестно, все-таки будет ее визит в Тайвань или не будет. Как знаем, что я это с самого начала, еще до визита говорил, и это то, что я прогнозировал, оно сбылось, это то, что 7-й американский флот, расположенный в Тихом океане, он выдвинулся во главе с авианосцем Рейган, и он движется эскадра в Тайваньский пролив. То есть, они фактически там расположатся, и это мощнейшее такое подспорье, скажем так, базовое для Нэнси Пелоси. То есть, эта огромная сила зашла в эту территорию, в Южно-Китайское море и так далее. То есть, это так, как выразилась одна сенатор-республиканца, это коммунистические разные китайские хулиганы. То есть, это хулиганы, понимаете? То есть, они их по-единому не воспринимают. Потому что Китай же это не до государства. Это просто дико думать, воспринимать Китай как какое-то развитое государство. Это просто надутый такой Франкенштейн. Обыкновенное, надутое, искусственно созданное, совершенно неустойчивое, нежизнетворческое чудовище, которое должно распасться, быть уничтожено. И то, что они сегодня напали, по сути, на США, объявив им войну, таким образом, не перешла она в горячую форму, но это война. Что будет дальше? Ну, во-первых, несколько слов Апелла, если чтобы вы понимали. Она закончила Ноттердам школу для девочек католическую. Она закончила Вашингтонский университет Тринити. Сейчас я вам еще дам некоторые, чтобы вы понимали, какого уровня эта личность. То есть это мощнейшая личность, прямо скажем. Ее дочка, ее родилась в 70-м году, у нее пять детей, представляете? У Нэнси Пелоси. Александра Пелоси. Она журналистка, кинорежиссер, документалист. В 70-м году родилась. Вот место рождения их, главное, как бы, рода это, они где жили, это Сан-Франциско. Вот. Ну, просто выдающийся человек. Поэтому, ну, мы не про нее, а про ее маму будем. Так вот, смотрите. Про маму. Мама, мы уже говорили, родилась в 40-м году. Вот. И родилась она 26 марта 1940 года, перед войной. Представляете? Балтимор, город Мэриленд. Депутата на Палаты представителей Конгресса США, на минуточку, с 1987 года. То есть ей было 47 лет. С тех пор, получается, уже почти, это, 22 года, 32 года, 35 лет, она депутат Палаты представителей. Спикер Палаты представителей, она стала первый раз с 4 января 7-го года по 3 января 11-го года. И дальше, второй раз она возглавила эту Палату. Это с 3 января 19-го года по настоящее время. Вот она сейчас, она, как вы знаете, победила Дональда Трампа. То есть она сумела ему сплести лапки. То есть это фигура, персона, которая сумела в прямом столкновении не дать Трампу победить на выборах. Хотя, в принципе, по всем показателям он побеждал. Вот. И, собственно, она является кузнецом победы Джо Байдена. То есть благодаря ей он стал президентом. Она сделала, как известно, импичменты Трампу. То же она делала, кстати, о птичках. Когда он был президентом, она ему делала импичменты. То есть это вообще непарисичная особостисть. Это лидер мирового масштаба, высочайшего уровня. Вот. А первый раз она была, когда спикером Палаты, это был 7-11 годы при Джорджи Буше, а потом победил Барак Обама. То есть она очень удачливая. Она очень удачливая госпожа. Ну и она была лидер фракции в меньшинство было в Палате представителей с 3 января 2011 года по 2019 год. Вдумайтесь. Потом она еще раз была лидером фракции с 3 года по 7 год. То есть это просто выдающийся человек. Просто выдающийся организатор. Ну то есть у нее посты-посты величайшие. То есть это член Палаты представителей, на минуточку, от Калифорнии. Спарц наш от Индианы, от округа, она от Калифорнии. Вот. Ну и 5 сыновей. Ну отец у нее, на минуточку, был Томас Александра-младший. Он был, кстати, мэром Балтимора. Ее брат тоже был мэром Балтимора, на минутку. Мать у нее из рода Ломбарди. Девичество, Нэнси де Александра в девичестве Ломбарди. Вот. То есть это высочайший уровень. Это порода. Это очень мощный итальянский род. Вот. Теперь смотрите, что значит кто у нее был. Получается, что брат Пелоси, Томас Александра, внук. Он уже ушел в 19-м году. Ну, кто также демократ, был мэром Балтером в 67-м, в 75-м, то есть 4 года, вдумайтесь, да. Политикой с ранних лет закончила политологию, все-все-все-все-все-все. Вот. Что для нас очень важно? Это ее позиция по Китаю. Она была в Китае. Пелоси встречалась с Вензебао. Визит в Китай был в 2009 году. В 2008 году она жестко выступила против этих репрессий в Тибете. Она жестко выступала против внутренних репрессий в Китае. То есть у нее очень серьезное портфолио по коммунистическому Китаю. Она фактически является одним из тех, кто постоянно, ну, как бы требовал, вот, помните, была там эта история тяжелейшая с Ху Цзяо. И она требовала его освободить. Тогда ему, как присудили премию Сахарова за свободу мыслей, это китайский диссидент Ху Цзяо. Надо, кстати, отметить, что там уже в Китае нет вообще никаких диссидентов. То есть там фактически сцементирован бандитский, коммунистический, диктаторский режим, который параллельно развивается так же, как бандитский, диктаторский, кагайбистский, но по своей сути тоже коммунистический режим в Москве, в остатках Российской империи. То есть фактически Пелоси это абсолютный идеологический коренной союзник Руси-Украины. Однозначно. Вот. И таким образом что произошло? То есть фактически теперь можно говорить, что уже события, происшедшие вокруг Пелоси, ее поездки в Тайвань и реакции коммунистического руководства Китая совершенно невменяемого, совершенно у них планка. Они вышли с берегов, у них планка упала, у всего руководства компартии, вся эта их звериная рожа вылезла наружу, хищническая. Таким образом можно говорить, что сейчас начнется, я не знаю будет ли визит ее в сам Тайвань, но то, что сейчас будет колоссальная поддержка Тайваня во всех отношениях, что по сути начинается, начнется открытое противостояние, по сути война экономическая, финансовая, информационная, социальная, демографическая, любая между США и Китаем. Это я могу вам точно сказать. Все. То есть практически Китай становится изгоем. И сейчас он будет включен. Что требует Нэнси, кстати? Она требует, чтобы Россия была признана государством спонсором терроризма. Ну, Зеленский уже правильно, я про это говорил, другие говорили. Надо говорить не спонсор терроризма, а государство террорист. И Сенат, как известно, Верхняя Палата Конгресса США единогласно проголосовал за то, что США должны признать Россию спонсором терроризма. Блинкин ерзает на кресле и не хочет этого делать, потому что наступают тогда очень негативные процессы. Но, я думаю, после Еленовки и всех остальных этих вещей, которые показала Московия по отношению и к гражданам Украины, и к нашим воинам, тут двух мнений быть не может. Плюс то, что произошло с Пелеси, сейчас подхлестнет Госдеп и Байдена, хотя там у него опять эту штуку китайскую выявили, к более решительным действиям. То есть, я так понимаю, что сейчас начнутся изоляционистские действия по поводу коммунистического Китая и поддержка всех любых оппозиционных сил, антикоммунистических китайских, которые где бы они ни были. Плюс, конечно, будет нанесен мощнейший удар по банковской финансовой системе. Китай в тяжелейшем положении находится, но об этом пока не будем говорить. То есть, делаем такое, почему для Украины важно. Дело в том, что сейчас огромный потенциал США, его внимания, его ресурсов, к сожалению, переключится с Украины на противоборство с коммунистическим Китаем. Это, конечно же, не есть хорошо, но так сложилось. Поэтому у Зеленского, еще раз подчеркиваю, остается очень мало времени, чтобы освободить Херсон. Если он этого не сделает, например, до 8 августа, то фактически речь может идти об его отставке, я так понимаю. Потому что, с другой стороны, все время московистские силы и вот эта группа, их и Лапина, и этого Суровикина, они бомбят Николаев, Харьков, Одессу и все остальные города и наступают на Славянск и Краматорск с последующим выходом на Николаев, удар на Харьков и так далее. Поэтому Зеленский уже в кошки-мышки хватит играть. То есть, у тебя очень тяжелое положение создалось в связи с тем, что теперь будет открытое столкновение США и коммунистического Китая. Плюс, конечно, коммунистический Китай сейчас открыто поддержит Российскую Федерацию и вполне возможно будет ей начинать давать оружие, ну и прочие технологические всякие штучки, которые Федерации очень нужны. То есть, по сути, сейчас начнет формироваться открытый альянс, он уже есть как таковой, между коммунистическим Китаем и Российской Федерацией. Но тут будет тогда вопрос с Индией, потому что Индия, она окажется тут в меньшинстве. Поскольку есть альянс Китая и России, то третий лишний. Поэтому Индия уже выброшена будет с этого процесса. Поэтому, я думаю, мы с вами будем наблюдать очень сложные вещи. Но, конечно, могу сказать всем, кто меня смотрит и пишет в комментариях, вы не ждите на какое-то улучшение. То есть, ситуация в связи с тем, что произошло прямое, по сути, уже столкновение, началась война между США и коммунистическим Китаем, вы не рассчитываете на что-то хорошее в середине Украины. Я считаю вообще, просто покидайте пока эту территорию, выезжайте за межи Украины. Это самое лучшее, что вы можете сделать. Куда я вам говорил? Всего доброго. Вы с Олегом Игоревичем. До новых встреч.